итак друзья всем привет в этом видео я хочу рассказать про немного свою историю кто не знает меня зовут Денис но это в принципе написано на канале мы с супругой не так давно переехали в город Новосибирск то есть вернулись обратно домой мы около пяти лет жили в Санкт-Петербурге и решили вернуться обратно так как мы вернулись соответственно нужно искать работу нужно чем-то заниматься и мне поступило предложение от знакомого товарища родственника неважно от кого суть этого предложения есть некое место в котором есть какой-то товар то есть это магазин который сейчас не работает магазин автозапчастей там масла фильтра но и все что в принципе в магазинах вы можете видеть он мне предложил взять его полностью на развитие то есть это будет мой магазин я долго сомневался да и до сих пор сомневаюсь нужно в это ввязываться либо не нужно в общем есть место это не в новосибирске а в городе берске есть магазин есть ствол возле этого магазина и просто нужно этим заниматься и раскручивать сейчас я вам покажу место как это все выглядит где располагается и потом покажу сам магазин в каком он состоянии то есть мне нужно будет все с нуля определить вообще остатки товара что там есть что закупать как вообще магазин развивать есть конечно идеи есть мысли есть фишки которых нет нигде в россии я такого не встречал но я это придумал я буду пробовать реализовывать и вам я все расскажу и покажу к чему это приведет то есть как можно раскрутить магазин с нуля магазин автозапчастей которых наверное уже больше чем продуктовых магазинов и к чему это все приведет погнали меня вы можете наблюдать автокомплекс гараж называется соответственно этот человек который мне предложил магазин для развития и раскрутки это не его место магазин в аренде но плюсы он находится в очень удобном месте здесь выезд из города берска в сторону из китима кто знает тот поймет также здесь есть с то на три места здесь ремонтируют абсолютно все автомобили начиная от замены колодок замены масла заканчивая там какими-то двигателями установками сигнализации и так далее сейчас мы пройдем в сам магазин я покажу в каком он сейчас состоянии для меня это полностью разруха которую нужно поднимать с колен погнали дальше так теперь заходим в сам магазин вот в таком состоянии здесь до товара много товарных позиций но все это в таком состоянии это все нужно пересчитывать делать приемку сравнивать остатки и смотреть вообще что есть наличие то нужно заказывать что докупать может что нельзя уже продавать плюс это все нужно проценить здесь несколько тысяч позиций магазин вроде маленький но в любом случае делом здесь очень много вписываться мне в это или нет я пока не могу понять давайте разберемся вместе здесь в магазине очень много товара вроде полки не так забиты вроде на полках если навести порядок и не так много всего но здесь здесь там внизу лежат фильтра вот фильтра воздушные салоны вот здесь фильтра находятся вот здесь фильтры наверху здесь фильтра наверху здесь какие-то запчасти щетки по одной по две штуки разного размера здесь свечи автомобильные причем по свечам тоже здесь два вида свечей это bosch и нжк и есть свечки нам по одной по две штуки по три штуки очень все странно там внизу еще находятся масляные фильтры топливные фильтры здесь масло драгон они несколько антифриза и это автохиметр роль бардаль в общем куча куча всякой фигни в которой нужно разобраться и как-то реализовывать понятно нужно реклама нужен ли интернет магазин по этим запчастям интернет магазинов тоже очень много есть конечно у меня свои идеи и фишки но это больше связано с автохимией и частично с маслами не запчастями даже потому что вписываться в сами запчасти это вообще утопия для меня по крайней мере поэтому пока думы пока думы так же здесь за стену есть еще склад он не маленький там лежат запчасти был контракт новые автохимия все это лежит в куче это нужно все перебирать смотреть вовсе там считать проценивать куда-то выгружать как-то расставлять короче я не знаю но с одной стороны разобравшись в этом выстроить всю систему можно заиметь себе магазин его развивать возможно в какую-то сеть уходить в интернет доставлять услуги короче вариантов масса но решиться на это все и просто начать делать пока сложно пока очень сложно тем более еще помимо открытия магазина не просто нужно иметь магазин с каким-то товаром нужно юрлицо либо и п обязательно нужна касса обязательно нужны вложения денег в рекламу потому что открыть магазин и сидеть ждать когда к тебе кто-то приедет даже если на улице разместить вывеску даже с учетом того что здесь сто здесь есть клиенты постоянных это будет очень долго тем более сейчас конец сентября зима да можно выехать сейчас на замене масел на фильтрах на ходовке но далеко ли можно уехать просто как сопоставить трудозатраты здесь нужно находиться и работать 7 дней в неделю без выходных здесь нет никакого аванса здесь все своими силами без вложений без оплаты моего труда короче сложно 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 что делать что делать напишите комментарии может у кого-то опыта есть может мысли может отговорить может наоборот скажете давай вписывайся я просто это все хочу еще и показывать и рассказывать как это все будет получаться может моим примером это кому-то поможет в дальнейшем может кто-то также захочет либо кто-то поделится своим опытом я это обязательно хочу делать на youtube в интернет рассказывать свою историю развитие даже если я откажусь от магазина я в любом случае хочу рассказать свою историю как я разберусь с работой потому что для меня это сейчас вопрос открыт потому что у меня супруга маленький ребенок они не работают я не работаю деньги практически уже закончились мы переехали обратно в город надо где-то жить что-то есть куда-то ездить как-то одеваться работы пока нет